Добрейшего дня, друзья! Меня зовут Максим, вы смотрите канал The Quatis. Сегодня поведу вам еще об одном интересном ресурсе, сайт, при помощи которого вы можете решить все свои проблемы во время путешествий. Кстати говоря, не только в США, но и в Европе, и в других странах. Это такая глобальная поисковая система, которая решает вопросы с бронированием авиабилетов, с бронированием автомобилей, с поиском гостиниц, ну и кучу всяких разных полезных бонусов. Значит, как обычно, делаю все на живую нитку, потому что времени абсолютно не хватает, все равно своим проектом, но хочу вас чем-нибудь порадовать. Вот, поэтому сейчас мы все это по-быстренькому сделаем, красиво и ненавязчиво. Так, значит, и так, сайтик пишется вот таким вот образом, priceline.com, разжевываю прямо вот для самых-самых-самых, вот. Более того, я эту ссылочку еще в описании вниз опущу. Набираем вот этот самый вот линк, уже сайт открыл, попадаем сюда. Что мы здесь видим? Авиабилеты, отели, аренда машин, vacation package, круизы, туры и аттракшены, и всякие разные price break deals, то есть что-то такое по пониженным ценам. Так, начнем с самого важного, авиаперелеты. Вот, пожалуйста, щелкаем сюда на авиаперелеты. Открывается у нас соответствующее окошко. Указываем, откуда мы хотим лететь. Например, летим из Омахи. Омаха. Щелкнули сюда. И, к примеру, мы летим в Чикаго. Я сейчас даже приближусь сюда, чтобы вам все было видно, чтобы все все увидели. Заходим, пишем Чикаго. Чикаго. Щелкнули. Указываем дату вылета. Кстати говоря, бронировать билеты из Москвы в Америку можно спокойно при помощи этой же системы. Поэтому мы вбиваем осиновый кол в сердце, вернее, в кошелек. Вбиваем осиновый кол в кошелек туроператоров, которые еще пытаются заработать на россиянах. Указываем, когда мы возвращаемся. Или депарчинг, ретурнинг. Можно, кстати, здесь указать опцию OneWay Ticket, к примеру. Указали OneWay, к примеру. Anytime. Ну, давайте сразу в два конца. В 31, к примеру, мы вернемся. Или в другой месяце, для примера. Ну, 3-го числа от августа я хочу вернуться. Anytime. Один adult. Children's у нас ноль. Щелкаем. Search fly now. Сайт-то задумался. А я пока покурю. Так. Отлично. Ну и вот мы получили различные варианты. Указан, чем летим. United Airlines. Указан ценник. Кстати говоря, он, скорее всего, здесь будет указан без налога. Поэтому, когда финально будете кликать на оформить покупочку, у вас еще и налог вылезет. Все. Дальше вы щелкаете на каждый рейс и получаете информацию о том, чего, как и куда. Все. Я думаю, предельно просто разжевал. Сайт примитивный. Ребят, надеюсь, что разберетесь сами. Теперь идем сюда в отели. Зашли в отели. Ищем. Значит, указываем Сити, к примеру. Или аэропорт, где мы хотим искать отель. Вот тоже самое Чикаго, к примеру. Чикаго. Чикаго, Иллинойс. Выбрали тот самый Иллинойс. Когда мы хотим прилететь? Ну, к примеру, мы прилетаем 31 июля, соответственно, пойдем вон числа, наверное, 5-го, к примеру. Указываем один рум и указываем счет отель НАУ. Сразу появляется какая-то реклама. Что-то мы здесь можем посмотреть. Экспресс-дилс, сохранить 45%. Закроем. Нам это не надо бы. Вот теперь самый интерес. Смотрите. У меня есть такой движочек. Мы можем по нему двигать и снижать диапазон поиска. К примеру, у нас отель ищется от 0 долларов до... Вот, мы поставили 100. Я сейчас апдейт сделала. До 100, к примеру, баксов. Вот мы все отели выбрали. Раз. Так. Теперь Иллинойс у нас здесь указан. Можем здесь указать критерии поиска количества звезд. Можем указать какие-то опции. Например, показать вообще все апартаменты, добавить бесплатный завтрак, наличие плавательного бассейна, кому нужно, буду так указывать, мне так удобнее, парковка для тех, кто с животными путешествует, наличие аэропорт-шаттла, комнаты для некурящих, наличие интернет-аксесса. Вот что такое хэндикап-румс-фасилитис, я не знаю, но, видимо, для инвалидов, что ли, то есть, скорее всего, с какими-то примочками для людей с дисабилити. Наличие фитнес-центра и наличие бизнес-центра. Ну, для меня в данном случае главное – это интернет-аксесс. Я сейчас тут найду – Free Internet Access. Все. Делаем апдейт отель-лист. И сделаем мы вот что. Значит, сортировочка у нас есть Most Popular Lover's Price. Вот мы начнем с самых дешевых цен. Щелкнули сюда. И у нас пошли все предложения. Вот от 48 баксов в Чикаго можно найти себе отельчик в день. Вот. Чекинг-тайм у них 12 часов дня. Вот. По-любому. Вот. И, соответственно, дальше мы смотрим. Захотели посмотреть про отель. Щелкнули. Вновь вкладочки мы дело открыли. Посмотрим, что у нас тут будет. Вот этот отельчик. Вот у него интерьер. Можно посмотреть, что это такое. О, даже с фитнесом. Прикольно. Барчик у них такой. Это где breakfast. Скорее всего, у них тут внизу стоит микроволновочка, куда можно прийти, что-нибудь свое разогреть. Вот. С утра у них наверняка там какие-нибудь эти… А это у нас уже номер с этим самым вот с феном. Ну, номера у них все стандартные. Если кто видел мой ревью по поводу отель Super 6, то там ничего как бы нового. А это вот та комнатка, где у них завтрак. То есть, скорее всего, они там с утра какую-то посыпуху дают. Вот серия вот этой самой вот хлопья овсяное молоко там. Кофемашина стоит. Сок какой-то там разбавленный. В общем, как обычно. Как везде. Вот такой номер. Ну, в принципе, меняемый номер не хуже, чем Super 6. Не хуже. Вот двуспальная кровать. Там, смотри, креслица есть, телевизор есть. То есть, все вполне приемлемо. 46 баксов в день. Закрываем. Идея ясна. Все разжевал, все показал. Идем дальше. Вот рентакар. 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 Заходим в рентакар. Указываем, откуда мы будем ехать. К примеру, хочу я ехать ванвей. То есть, к примеру, на машине взять машинку недалеко от своего аэропорта и поехать на ней в то же самое Чикаго. Пишу Омаха. Например, мне указывает аэропорт. Возьмем мы машинку 29 числа, а в Чикаго мы сдадим 31-го. То есть, денёчка не проезжу, и, соответственно, там я где-нибудь скину. Вот. А вот тут я, кстати, укажу, что ванвей. А где я буду сбрасывать её? А сброшу я её в Сити. Сброшу я её в Сити в Чикаго. О! Вот. Там-то я её и скину. Вот. Вроде все критерии указывал. Вроде все. Нажимаем сюда. И сейчас сойду, вот я курю. Сортируем от самой дешёвой цены. Ну и вот у них тут есть вот такие предложения. От 81 доллара. В день, значит, можно взять машинку себе. Вот. Немножко дороговато. Немножко дороговато. Надо, короче, искать. Надо искать. Потому что я искал до этого машину, брал в прокат. Мне наброшло себе приблизительно где-то 140 баксов в неделю. Безлимитный километраж. Вот. Может быть, потому что я беру слишком на короткий срок. Может быть, потому что я беру всего на два дня. Поэтому и такая цена на неё. Если бы я брал на более длительный срок, цена была бы поменьше. Вот. Давайте-ка посмотрим другой критерий поиска. Ещё раз говорю, в рентакар. К примеру, если я беру в городе, здесь беру в городе Омаха. Беру в городе Омаха. Указываю здесь, что поеду в другую сторону. Вахару. Вот там мы и скинем. Возьму-ка я машинку, к примеру, 29-го числа. Вот. А отдам её 31-го. Попробуем вот так вот. Нет, то же самое. То есть, видимо, на два дня у них вот такая высокая такса. То есть, вот такая ситуевина. Вот. Собственно говоря. Кресло, кресло. Кресло, кого я себе знать. Значится. Про сайт я вам рассказал. Надеюсь, информация для вас будет полезна. Используй замечательный ресурс. Вы можете планировать свои поездки по Америке. Планировать вылет из России в Америку. Сразу же зарезервировать себе машинку. Сразу же зарезервировать себе отель. Посмотреть, используя Google Map, где у вас располагаются какие отели. Незалеко от аэропорта. В принципе, в Америке, если находится аэропорт, то рядом располагаются обязательно и бесплатные парковки. Готкосрочные. И платные парковки долгосрочные. И аренда машин. В Америке машины могут быть прямо в аэропорту. Практически в любом. Сразу же располагается зона с отельчиками. Недалеко от аэропорта. Как правило, от аэропорта ходят бесплатные шаттлбассы до отеля. Поэтому не будь персонала спрашивать, в какой отель идет шаттлбасс. Как правило, в аэропортах есть Wi-Fi. То есть, прилетев в Америку, вы можете взять свой лаптоп, взять свой планшет. Набрать этот прайс-лайн. Сразу же пробить отель в любом городе. Найти, где находится шаттлбасс. Доехать там до отеля. Скинуть свои вещи. А можете сразу машинку взять в аренду. То есть, ребята, замечательный инструмент. Пользуйтесь. От вас. Если мое видео вам понравилось, выкладываем в социальные сети. Рекомендуем своим друзьям. Подписываемся на мой канал. Кстати, у меня уже 3000 подписчиков. Ну и хорошего вам дня. И здоровья вам и вашим близким. Удачи.